92-й год, инфляция 2500 процентов. Сегодня это рубль, а завтра это 20 копеек. Что ты на это можешь купить? Сергей Александрович не повезло. Он оказался в самое сложное время, и на него пошел весь негатив, который был. На него именно пришлась вот эта вся черновая работа по трансформированию казахстанской экономики. Государь снимет до корней своих волос. На днях в Казахстане сменилось правительство. Новым и 12-м по счетам главой кабинета министров стал Оужа Азбеккенов. Очевидно, что на него возложены большие надежды и серьезные обязательства. Но помнят ли казахстанцы, кто был первым премьером Казахстана на заре независимости? Момент, когда еще не было понимания, по какому пути развития пойдет страна, а инфляция била рекорды. Сергей Терещенко умер 10 февраля 2023 года. И в этом фильме его вспоминают коллеги и соратники. 1991-й. Казахстан объявил о своей независимости. Молодая республика делает первые и робкие шаги на пути своего становления. Возглавить правительство в эпоху перемен доверили Сергею Терещенко. Сын председателя колхоза и школьной учительницы в Советском Казахстане сделает головокружительную карьеру. К своим 40 годам он уже имел довольно солидный управленческий опыт. Например, стал самым молодым первым секретарем районного комитета партии. Поработал первым секретарем Шемкентского облкома партии. Это современная Акимобласти. А председатель область полкома – это секретарь областного маслехата. Причем у председателя область полкома полномочий было как бы даже не больше, чем у современного секретаря областного маслехата. То есть это достаточно высокий уровень. Это первый-второй человек в области. Государственник до корней своих волос. Он пришел вообще в эту большую политику, проделав принципы и прийти все принципы меритократии. Примечательно, что опыт работы в Шемкенте будет одной из причин, почему среди кандидатов на пост премьера выбор пойдет именно на него. Плюс еще играло огромную роль то, что Терещенко все-таки, как политик, состоялся в Чемкентской области на тот момент, в Шемкент сегодня. Потому что Чемкентская область была одна из самых казахских на тот момент. Были тогда не так много регионов, где казахское население преобладало. Это было, насколько мне не изменяет память, 4 или 5 всего регионов. Это были, где больше 50% казахского населения было. Чемкентцы от них заметно выделялись. Поэтому то, что Чемкент – это был такой территорией довольно активного, ну традиционный юг, традиционный, ну скажем так, они были готовы к предпринимательской активности. Это тоже играло свою роль на тот момент. Я думаю, что, конечно, его умение управлять таким смешанным обществом с преобладанием казахского населения сыграло большое значение. На премьерство Сергея Терещенко пришлись три первых и самых сложных года. Прошлым красным директорам приходилось на ходу учиться азам рыночной экономики. Вручную перестраивать все на совершенно новые рельсы. Вот этот кабинет министров первый, да, самая тяжелая, наверное, часть пришлась работа на него, потому что ему пришлось готовить именно эту базу. Никто ничего не знает, ни у кого нет никаких навыков. Есть общие представления, вот как бы мы хотели, чтобы было, но как этого достичь, ни у кого представления нет. А опыта перестройки социалистического в своей основе общества, да, на рыночное, капиталистическое, буржуазное в мире не было на тот момент. Я думаю, что, конечно, надо отдать должное ему, и вообще, в принципе, новенклатуре, тогда это называлась новенклатура, истеблишему до того времени, что они сохранили, во-первых, единство, что было нетипично для постсоветского пространства. В этой ситуации было очень важно и критически важно, чтобы система продемонстрировала свое единство. Это было важно не только для безболезненного, беспроблемного перехода из состояния Казахстан, Казахстан независимый, но это было нужно еще и для населения, потому что население, безусловно, находилось во многом в шоковом состоянии, не очень комфортная была ситуация, потому что никто не понимал, страна рушилась. 92-й год, инфляция 2500 процентов. Сегодня это рубль, а завтра это 20 копеек, что ты на это можешь купить? Тем более, что отпустили цены, цены отпустили, товары появились на полках, но люди не могут их купить. Это безработица, это массовые забастовки, это все-все-все, значит, было так непросто. Введение института частной собственности, отпуск цен, это, как говорится, допуск частного капитала. Люди этого не понимали, как это можно. Вчера это было невыплата пенсии, невыплата зарплаты. Как уже говорили, это инфляция. Поэтому приходилось и непопулярными методами все это сдерживать. Когда складывалась критическая ситуация, то, значит, Абишки Кельбаев звонил президенту, пришлите Терещенко, и мне иногда по 6 часов приходилось стоять, отвечать на вопросы, доказывать, что можно сделать, что нельзя. Современники вспоминают, все во многом приходилось строить с нуля, когда кадров, способных работать в условиях рынка, единицы. Удивительно, но факт. В Минфине того времени был специальный департамент по управлению внешним долгом, и в нем не было ни одного человека со знанием английского. Это был действительно очень болезненный процесс. Непростой, и я не думаю, что это было очень уж просто в этой ситуации. Нет, у Терещики на самом деле Сергей Александровича не повезло. Он оказался в самое сложное время, и на него, скажем, пошел весь негатив, который был в системе. Потому что недовольны тогда были все. Предприятия, которые потеряли заказы, уже не было больше госзаказов. Предприятия, которые потеряли финансирование. Потом же огромное количество, надо иметь в виду, было у каждого предприятия обременение в виде детских садов, медицинских учреждений, котельных, которые содержали целые микрорайоны. А это все же на себестоимость, в условиях рынка было невозможно. Это все. Первые годы были самые трудные. И если я вспоминаю, это время было, когда там денег не было. Пожарные решали все вопросы. Плюс пока Терещенко был, еще же не было тенге, насколько я помню. Все решения, которые принимали, были непопулярны. Буквально все решения. Отпустить цены. Что там может быть популярного? Но с другой стороны, не отпустить цены, это значит полностью похоронить экономику. Попробуй выберись здесь. Между плохим и очень плохим. То же самое введение тенге, например. Тенге мы ввели, но инерция же, она еще и первый год введения тенге, инфляция, тут же сразу. Вот те 500 тенге, которые первые, я помню, на руки получили, они через полгода уже превратились в ничто. Кабинет министров Сергея Александровича Терещенко, он на самом деле состоял из опытных членов правительства. Каждый из членов правительства имел за собой огромнейший опыт управленческого направления, ну и, естественно, специализация, то есть профессиональная подготовка. Особенно трудным стал момент, когда Россия в одностороннем порядке провела денежную реформу 26 июля 1993 года. Советские рубли, которыми тогда еще расплачивались в магазинах, резко обесценились. Исчезло абсолютно все. Сейчас, конечно, вспоминается немножко это с юмором, но и земляки мои помнят, когда свет не горел, когда отопление отключали зимой, когда буквально нечего купить было в магазине. Такой период был, вот как раз на 1993 год он пришелся. Правительство тогда стояло перед трудным выбором – войти в рублевую зону или принять собственную валюту. Терещенко был одним из тех, кто считал, что Казахстану нужна собственная валюта и альтернативы тенге быть не может. Барганы Матимова вспоминает, он всегда умел дипломатично решать вопросы. Он никогда не позволял себе повышать голос или заниматься нравоучением, или критиковать себя при всех. Или, как некоторые из премьеров, потом следующий, после премьер, мог меня вообще выгнать с заседания, сказать, у нас здесь мужской разговор, Браган Царьевна, вы выйдете. Были такие моменты, когда хотелось написать заявление и положить на стол президенту, что в таком правительстве я не буду. Но это было следующее, премьера – это было следующее правительство. А вот Сергею Александровичем, знаете, просто вот комфортно было работать. К нему ты заходил, как человеку не дрожали ноги, не переживала за то, что как сказать или как обосновать свою тему или вопрос, или как, допустим, решить кадровый вопрос по своему министерству. Все решалось очень, знаете, так по-дружески, по-товарищески, я бы сказала. При Терещенко ковались и первые спортивные победы Казахстана – истоки олимпийского движения нашей страны. В итоге сборная впервые выступила под флагом Казахстана на Олимпиаде 1994 года, а лыжник Владимир Смирнов выиграл золотую медаль. В казне вообще не было финансов. Невозможно было платить заработную плату, на самом деле, учителям, тем же тренерам. Невозможно было поддержать врачей, медицину. Но на самом деле это был пустой карман казны. И при всем при этом нам удалось все-таки по копейкам собирать из бюджета деньги, чтобы отправить наших спортсменов на международное соревнование, чтобы они там могли завоевать лицензию на Олимпийские игры. И в итоге получилось. Наша команда впервые, как независимая команда, участвовала в зимних Олимпийских играх в Лилихамере. Мы не склонны идеализировать или переоценивать заслуги Сергея Терещенко. Вероятно, у премьера Терещенко были ошибки. Трудно их не совершать, когда ты первопроходец. Но важно другое. На этих ошибках учились. И они все оказались в очень сложном положении. Я думаю, как пожарная команда, они, конечно, тушили многое, но что-то сделать такое прямо радикально они не могли. Они исследовали логике того, чтобы попытаться смикшировать процесс распада хозяйственных связей, которые были в тот момент. Конечно, сейчас после 30 лет нам легко видеть ошибки какие-то. Но я всегда как историк говорю, что необходимо учитывать тот круг возможностей, который был тогда. Все вот акторы тогдашних политических действий, президент, правительство, премьер-министр, та же самая политическая элита, партии, которые тогда начинают возникать, они все так или иначе действуют только в рамках тех возможностей, которые тогда существовали. Это наши возможности экономические, демографические, политические, социальные и логистические. Опыт Казахстана по переходу к рыночным отношениям представлял большой интерес и для наших соседей. Вот что говорит Абдул-Хашим Мутавов, работавший первым премьер-министром Республики Узбекистан. Ну, самые наиболее важные вопросы, которые мы с ним решали, вопрос, это вопрос был связан прежде всего до интеграции нашей экономики с казахстанской. Естественно, в тот период, знаете, вот так, в Казахстан в вопросах рыночных отношений пошли быстрее, чем наши. Многие вопросы, которые мы с ним решали, это прежде всего поставка зерна для Узбекистана. Поставка сырья для химзаводов. Вот, например, мы обязательно брали, мы взяли, это самое, один раз наш завод Малыки, знак его, остановилось без сырья, ноги, вот так, просто я должен был вынужден позвонить и попросить Сергею Довску, это самое, Арсенович, помоги, пожалуйста. И эти вопросы он оперативно для нас решал. В 1994-м правительство Терещенко отправят в отставку. Сергей Александрович тогда уйдет из большой политики, но найдет себя в бизнесе. Реализует ряд крупных проектов. Создаст объединение производителей меда, поддерживая пчеловодов. Потом ведь он продолжал создавать бизнес-структуры. Все удивляются, как это он. Он просто человек, родился на земле, стал тем, кем он был на земле. И после того, как его опыт, жизнь, талант и способности были нужны государству в управленческой структуре на самом высоком уровне, он это сделал и потом вернулся опять и продолжал создавать на земле. Много ли у нас таких великих политиков? Сергей Александрович удивительно удивлялся. Как это мы, казахи, не любим индишатину? Как мы не любим индейку? Ведь это диетическое питание. Он же создал целое производство. Имя Сергея Терещенко сейчас занимает почетное место в летописи независимости. Наряду с другими выдающимися личностями того времени. Об этом говорит и президент Хасым Жамарт Тукаев. Сегодня мы строим справедливый Казахстан, поэтому деятелям прошлого, их труду и заслугам нужно давать достойную и справедливую оценку. В летописи нашей независимости почетное место должны занимать имена Салыка Зиманова, Сверхполсона Абдильдина, Каратая Турысова, Зинаиды Федотовой, Ерика Санбаева, Абиша Кикальбаева, Гайрата Сапаргалиева, Султана Сартаева, Уизбека Лежанибекова, Улжаса Сулейменова, Александра Княгинина, Марзатая Жолдасбекова, Уэмербека Байгельда, Хуаныша Султанова, Сергея Терещенко и многих других личностей. Необходимо, чтобы их патриотизм и верность интересам нации служили неприходящим примером для последующих поколений. Правительство Терещенко уйдет в отставку в 1994-м, ровно год моего рождения. И для нас, кто вырос и реализовал себя уже в независимом Казахстане, кажется важным помнить тех, кто стоял у истоков казахстанской государственности. И пример Сергея Терещенко еще раз подтверждает, что идти по пути реформ и перемен всегда нелегко, но главное то, какой результат они дадут в будущем и как отразятся на жизни страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова